Всем привет, ребят! С вами Алексей. Мало кто знает, но есть игрушка от Telltale Games Назад в будущее. Back to the future. И мы начинаем её проходить по знаменитым фильмам. Прежде чем начать, хотите ли вы, чтобы вас оповещали, когда Марти получает новое задание? Да, показывайте, я не знаю там, как... Пусть меня обучают. Ждём, загружаемся. Будем надеяться, это будет так же интересно, как все их дальнейшие эпизоды. А теперь садись и пристегни ремень. Вот так. Тише, тише. Хорошо. Обрати внимание, что часы Эйнштейна синхронизированы с моими контрольными часами. Видишь? Да, я понял, да. Хорошо. Счастливого пути, Эйнштейн. Береги голову. Ты приспособил эту штуку к машине? Смотри. Да, хорошо. Я понял. Нам показывал отрывок из фильма. Ну, в игровом варианте, конечно. Собака проедет, потом вернётся. Нет таких людей, которые не смотрели бы фильм. Я не ошибся в расчётах, когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты увидишь кое-что интересное. Не сомневаюсь. Нам всем будет очень интересно. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри, смотри, в меня я... А-а-а... Где машина? Чё за чертовщина? Ну, что я тебе говорил? 88 миль в час! Я рад, что ты рад. Смещение во времени произошло. Стопэ. В общем, ребята, я записываю бандикамом. А вы знаете, что каждая игра у меня, которую я записываю с бандикамом от Telltale Games, она работала некорректно. И при записи всё маленько тормозило и работало не так, как надо. Поэтому сейчас я вернусь к Фрапсу. И надеюсь, там всё будет идеально. И ничего не будет глючить, потому что все игры у меня постоянно глючили от Telltale Games. Игрушка старенькая, но в том же стиле абсолютно. Ты дезориентировал Эйнштейна. О, господи. Господи, док, ты дезинтегрировал Эйнштейна. Дезинтегрировал. Убокосе Марти никого я не дезинтегрировал. Молекулярные структуры собаки и автомобиля совершенно не пострадали. Где же они тогда, чёрт возьми? Надо мне спросить, когда они, чёрт возьми. Эйнштейн только что стал первым путешественником во времени. Я отправил его в будущее. Если быть точным, на одну минуту в будущее. И ровно в час двадцать одну минуту и ноль секунд мы догоним его и машину времени. О чём ты говоришь? Так, ты построил машину времени из Делориана? Ты посадил собаку в машину времени? Погоди-ка. Пусть будет второй вариант. Док, ты хочешь сказать, что сконструировал машину времени из Делориана? Так и есть. Я всегда представлял, что если уж превращать автомобиль в машину времени, то надо делать это со вкусом. Кроме того, нерзавеющая сталь усиливает дисперсию потока. Берегись! Прямо у вас сейчас полетит, да? Ну? И правда, я помню, что она была. По-моему, она маленько опоздает. Разбакойся, возможно, произошла незначительная раскалибровка временных контуров. Марти, ты не принесёшь мою запистую книжку. Она должна лежать в коробке с инструментами. Это первая игра от Telltale Games, причём старая игра, как я уже говорил. Первая, в которой есть русская озвучка, и при этом тут всё на русском, и тексты, и озвучка. Не знаю. Либо они актёров нанимали, либо... Ну, актёров озвучивания, разумеется. Либо левые ребята, мало ли того, что они перевели в текстовом варианте, так они ещё и озвучили. Не знаю точно. Щёлкните и удерживайте левую кнопку мыши. Это, конечно, хорошо. Я просто включил геймпад в направлении, куда должен идти Марти. Не время болтать, Марти. Принеси записную книжку из ящика с инструментами. Я думал, всё будет так, как в фильме, а мне нужно идти за инструментами, и Эйнштейн тоже не пришёл. Хм, не приехал. Посмотрите ящик с инструментами, чтобы взять дневник Дока. Ясно, трёугольник нажимаю. Я не понимаю, как этим пользоваться. Он бывает немножко подглючивает, сами увидите. Ну как это делается? На парковке торгового центра Фью Вэлли, Марки, Макфлай и Док Браун проводят эксперимент с принадлежащей Доку Машиной Времени Делорианом. С неожиданным результатом. С неожиданными результатами. Возьмите дневник Дока. Я понял, где он находится. А, ну да, конечно. Он был слева. А я хотел уйти в другую сторону. Так, контейнер. Что в коробке? Не прикасайся! Это Плутоний! Плутоний? А из чего я ещё могу получить 21 ГБ мощности? Из молнии. Это мы все прекрасно помним. Записная книжка, записная книжка. Точнее, дневник. Ну, почти одно и то же. Конденсатор магнитного потока? Точно! Что это за конденсатор магнитного потока? Моё последнее изобретение. Штука, которая позволяет путешествовать во времени. В этой записной книжке собраны все мои достижения за последние 30 лет. В ней написано, как собрать машину времени. Но если она попадёт не в те руки, последствия могут быть ужасны. Катастрофическими. Сейчас. Масса равна И умноженная на Z, а Е равно корню из произведения Z и C. А скорость рассеивания магнитного потока обратно пропорционально N в четвёртой степени. Не вот такой лицом, но я думаю, каждому из вас знакомо. Да, вот звучит знакомо, но в другом плане имею в виду. Всё должно быть по-другому, я не знаю. Сейчас. Масса равна И умноженная. Так, здесь какая-то ошибка. Возможно. Вам виднее. Знаменитые звуки и музыка. Вот. Всё из фильма. Что же не так-то, а? Эээ, так? Торговый центр, две сосны. Святые уборники. Да, в чём дело? Я совершил ужасную ошибку. А чё ты совершил, я не понимаю. Я ведь реально думал, что всё будет по фильму, но он... И он исчезает. Помните, что было? Ай, ты ему приснилась. Я думаю, спейлась. Всё в порядке? Да. Да, мам. У меня приснился кошмар. Я попал в прошлое, и там был... Нет, мы не попали в прошлое, мы были в настоящем. Ну, теперь ты в безопасности. В старом, добром 1986-м. Да, знакомая нам фраза. Но тебе пора вставать. Отец уже ждёт тебя. Разве ты не собирался встретиться с ним у Дока? Чёрт, я опаздываю! Маленькая изменённая музыка. Я-то думал, Дока должны были расстрелять, приехать там какие-то террористы или типа того. А он просто взял и исчез. Я-то думаю, чё не так? А оказывается, он спал. Это было не настоящее. Так, ну посмотрим. У него уже есть фотка, где они были в прошлом. Время пришло. То есть, получается, будет всё не по фильму, а дальнейшая история или как? Своя история. Я даже не знаю. Если судить по фотке, которая была в третьей части фильма. Ну, давайте посмотрим, чё будет дальше. Ведущие, аниматоры, т.д. Эйнштейн. Собачка. Первичное усиление. Повердрайв. Усиление сигнала. Это ведь там, по-моему, где Док живёт? Я вот чё-то не помню немного. Так, распродажа 14 мая 1986 год. Папа, неужели слишком поздно остановить распродажу? Лучше поздно, чем никогда. Сколько здесь всяких диковинок, ты не поверишь. Это принадлежит Доку. Город не имеет права. Послушай, сынок, я понимаю, что ты расстроен, но твой друг отсутствует уже несколько месяцев, а городу позарез нужен этот участок земли для строительства стоянки. Ого, это первое здание Жюли, верно? Так он реально исчез. Но, по крайней мере, хуже уже не будет. О, Биф. Хм. Привет, Биф. Он тут такой же наглый, да? Ты же, что стареть не оставил ли старикан чего ценного? Нет, кажется, я только что... Припоминаю. Ага. Я думал, это всего лишь сон. Поищите в аборатории Дока опасные... Что опасное? Так, подождите, подождите, подождите. Тут много написано. Нажимаешь на треугольник, получаешь такую инфу. Совет. Нажимаешь на стик. Тут рассказывают. О Доке Брауне ничего не слышно уже много месяцев. Несмотря на уверения в Марте, в том, что эксцентричный изобретатель жив. Власти города хотят разобраться с недвижимостью и устраивают распродажи вещей Дока. Обеспокоенный своим сном, Марте начинает обыскивать лабораторию Дока, пытаясь найти опасные вещи. То есть, Док, получается, пропал, и при этом, при всем... То, что он исчез, это всего лишь сон, но он на самом деле исчез. Но то, как он исчез, был у него во сне. Или типа того. Миска Эйнштейна. Я скучаю по Эйнштейну. А Эйнштейн почему исчез? Он тоже с Доком был. А-а-а! Он же отправил его на машине. Вот подсказка. Опасные предметы. Тоже совет на стик. Давай посмотрим, поищем. Природой все заложено так, что даже с машиной времени вам не удастся вмешаться и изменить, к примеру, собственное будущее. Печально. Так, еще часы. Куча часов. Но он пропал, видимо, и исчез, как и было у него во сне. То есть, все это было неспроста. Он не просто так все это оставил. Поскольку он исчез, они все продают, потому что все это не нужно. Якобы. Все это в никуда. Тихо. Отдали должное старика, но он был мастером на все руки. Бифф, можно мне взглянуть? Будет классно смотреться в моем аквариуме. У моего карпа будет новая игрушка, я тебе дам игрушку новую. Так, я первым. Нет. Можно взять этот макет здания сюда? Можно я посмотрю хотя бы? Можешь дать мне этот макет на пару секунд? Нужно кое-что из него достать. Что-то типа вердикта не виновен? Нет. Шибся ты. Это была шутка. Нет. Ну, правда, не взяли мне... Нет, думаю, я оставлю его себе. Ну ты. Дай сюда, бей. Так-так, посмотрим, что тут у нас. Дай сюда. Чертежи какие-то. Что еще за компрессатор магнитного потока? Это тебя не касается. Доп просил меня. Браун давно червей кормит, парень. Но эта штука наверняка что-то стоит, да. Ух ты, твареныш. Как они были раньше в прошлом или не были? Я вот что-то понять никак не могу. Все такое же, но при этом модель Хилл Вэлли, как бы, все это не касается того, что они там были. Просто он сделал ее и все. Я вот что-то немного не понимаю еще историю, но, походу, ничего не изменено. Иначе Бива был по-другим. Не то, что его отец. Надеюсь, это был не ядовитый газ или что-то? А что ты преглазь-то? Куда ты лезешь опять? Эй, Марти, дай мне попробовать. А теперь, Бив, очередь Марти. Конечно, мистер Макфлай. А! А! В смысле? Так все изменилось на самом деле. Тогда забери у него, скажи отцу, чтобы он забрал. Что тебе там нужно? Какого хрена тогда вообще? Я не понял. Достал этот хлам. Сейчас же, Бив. Прости, Марти. Не дай бог ты еще раз подойдешь ко мне. Убейте его кто-нибудь. Достал этот хлам. Сейчас же, Бив. Прости, Марти. Убей его. Он меня достал уже. Наверное, я так и не узнаю, для чего нужно. Да, не узнаешь, потому что ты говорить не можешь нормально в этом моменте. Быть ли это было сто лет назад? Вообще-то так оно и было. Да, типа того. Бив, а, Бив. Дай-ка мне. Эй, Бив. Этот дневник бесполезен. Этот дневник напоминает мне о Доке. Ты ничего не поймешь в этом дневнике. Какой куплю? Я не обязан ничего покупать. Он опасен. Дай мне его. Я не могу оставить тебе записную книжку. Она опасна. Она что, может взорваться? Да. Ну, что-то в этом роде. Я все равно рискнул. Товареныш. Он напоминает мне о Доке. Отдай мне его. Он вообще на побегушку ухвал отца на этом марте. Какого хрена он тут нам условия ставит? Я хочу ее заполучить просто потому, что я сентиментален. Это все равно как частица Дока. Док умер. Сука. Пора с этим покончить и жить дальше. Так ты меня бесишь. Он бесполезен. Это просто записная книжка с каракулями Дока. Он хоть раз что-нибудь доводил до конца. Ни разу. В таком случае она ничего не стоит, верно? Если она ничего не стоит, зачем она тебе так понадобится? Ты же тупой. Нафиг ты все это мне задаешь? Ты ничего не поймешь. Так или иначе. Если ты знаешь книжку, ничего для тебя не значит. Ты даже не поймешь, о чем писал Док. Ты считаешь меня безграмотным? Да. Ты тупой. Дневник опасен вариант уже был. Почему он мне исчез? Я не знаю. Не хочу я ничего покупать у него. Блин. Может есть какие-то варианты? Давай купим. Сколько? Недостаточно. А что, у него мало что-то? Он уже понял, с какого нас есть? Да, не бери в голову. Вот ты твореныша. Что это такое? Ну и что? Похоже на собранный вручную громотвод. Или электроточилку для карандашей работы. Да, полезная вещь. Ничего не скажешь. Ой, подвис момент. Ой, не надо. Я помню, что было в фильме. Это басы, да? Это уже не басы-то. Через чё? Даже на сцене, на концертах такого не бывает. Вот такой большой. Приблуды. Я целую вечность игрой была то, чтобы починить его после того взрыва. А теперь какой-то болван купит его за гроши? А, да когда-то всё-таки было. Ну да, о чём я вообще-то уже хорошо. Всё-таки история развивается после третьей части, да, ведь? Ну, я имею в виду после фильма. Потому что они уже были в Хевуэлле, уже изменили ход истории. Всё-таки я не понимаю немного. Чё, обнаглёв, что ли? Прости, сынок. Должно быть, попался не в меру усердный чиновник. Просто забирай её, а с банком я как-нибудь сам всё уложу. Замечательно. Вы взяли гитару, нажмите на мигающую кнопку инвентаря, чтобы открыть инвентарь. Так, как он открывается? О, мне указывает, сколько я могу везде всего осмотреть. Прикольно. Так, это ничего не даёт мне кнопка. Ничего. Тоже ничего. Окей. Так, теперь надо было узнать. Это инвентарь? Нет. Выйди. Это осмотреть. Так, квадрат. Вот он. Так, это фотка. Фото Джорджа Макфоя. Теперь, открыв инвентарь, вы можете туда всё. И чё? Нажал. Как бы он изучается или чё? Нажал не туда. Гитарка. Так. И чё мы с ней делаешь? Допустим, я её взял. А теперь выберите гитару и подключите её к усилителю. К этому? Давай. Всё, включили уже, а гитаря не было. Теплитые мои вес трогаем. Раз, два, три. Долбани его гитарой. Ты же чак дури. Так я покажу, как надо. Я что-то не понял. А теперь, Биф, мне кажется, эта гитара принадлежит Марте. Разве? Чёрт возьми. Вы правы, мистер Макфлай. Держи, Марте. Сбацай пару мелодий. Я тебя... Завалю этой гитарой. Зашибись. Ещё можно? И чё, всё, что ли? Господи, вы, дети, просто уничтожили рок-н-ролл. Пойдём убьём его, а? Возьми гитарку с собой. Наконец, ребятки, то, что вам точно понравится. Спасибо, что подогрел для меня публику, дури. Как ты меня бесишь. Мне кажется, я просил не трогать гитару моего сына. Да, конечно, я помню, мистер Макфлай. Я просто разогнал, что ли ты к Марте. Покажи, что ты можешь. Я уже показал. Я уже показал. Этого, видимо, хватает. Нужно уже все везде смотреть. Господи, вы, дети, просто уничтожили рок-н-ролл. Так, ну, чё тогда? С гитаркой мы больше не взаимодействуем. Телек мы смотрели. Миску мы смотрели. Чайник, аквариум. Аквариум? Не знал, что док держал рыбу. Я тоже. Странный интерьер в этом аквариуме. Но это похоже на дока. Чайник в аквариуме? Да ну. Так, надеюсь, что не выйти, потому что я не хочу нажимать на выход. Мы еще не договорились. Так, папаша. О чем мы с тобой говорили? Эй, пап. Док, жив? А, я видел сон. Как ты считаешь, сны могут предсказывать будущее? Ты знаешь, что я далек от мистики. Но думаю, что сны способны отражать твои представления о будущем. Ну, тогда скажи ему, что мы видели дока. Он скажет, он, скорее всего, не скажет, что да, это так. Ты прав. Он скажет, да, это все глупости. Ведь надо все это продать. Получить за это бабки. Поэтому вряд ли. Док жив. Говорю тебе, это распродажа какой-то бред. Дока нет всего пару месяцев, и я случайно выяснил. Да, ты уже говорил. Он не умер, а отправился в путешествие. Допустим, ты прав. Но ты не думал о том, что это путешествие могло стать вынужденной мерой. Мне неприятно об этом говорить. Но многим в городе док успел задолжать приличные суммы. Возможно, он просто прячется от кредиторов. Вряд ли. Но если он задолжал приличные суммы, то ну да. Тут ну сам виноват. Но вам-то нет. Я вряд ли он тебе что-то должен. Мне нужно защитить дневник Дока. Так, сначала мы поговорим о всем остальном. А кто начал эту распродажу? Кто заведует этой распродажей? О, это я, сынок. Но ты... Почему? После того, как банк принял решение о распродаже, я добровольно вызвался присмотреть за тем, чтобы к вещам Дока отнеслись с должным уважением. Правильно, Биф? Точно, мистер Макфлай! Биф к ним не относится. Хе-хе. Ты не знаешь Дока. Ты не знаешь Дока. Он, может, и не умеет пользоваться деньгами, но только потому, что у него голова забита грандиозными идеями. Он честный человек, и никогда бы не стал бегать от долгов. Не сомневаюсь, что ты знал его лучше меня, сынок. Но банк имеет полное право продать его имущество. Возможно, тебе стоит взять на память что-нибудь из его вещей, пока их не заграбочил. Да, мы хотели взять дневник. Дневник мне не дали. Я справлюсь сам? Нет. Так, мне нужно защитить дневник Дока. Эта записная книжка принадлежит Доку. Я обязан о ней позаботиться. Подожди минутку. Не ты ли только что сказал, что Док жив и просто где-то путешествовал? Допустим. Да. Тогда с чего ты решил, что должен защищать его собственность? Нельзя усидеть на двух стульях, Марти. Если Док жив, он сам может позаботиться о своих вещах. Ты сам сказал. Можешь взять себе какую-нибудь безделушку, которая напомнит тебе о Доке. Ты чё, мне врёшь-то? Почему тогда я не могу взять её? Эту записную книжку. Я справлюсь сам. По поводу Бифа, пап. Я знаю, ты пытаешься помочь. Он любит повыпендриваться, сынок. Но на самом деле не такой уж он крутой. Я уже давно его знаю. И поверь мне, могу с ним справиться. Значит, и я могу. Да, возможно. Уверен, что можешь. Ладно, сынок, не буду тебе мешать. Но ты знаешь, где я, если что. Да, насчёт Бифа. А чё насчёт Бифа? Чё дело? Говори. Биф? Да. Он забрал одну вещь, а мне очень нужно вернуть её. Если он что-нибудь у тебя украл... Нет, это одна из записных книжек Дока. Он первую нашёл, но... Нет, это мы. О, ну тогда даже не знаю, что тебе посоветовать. Возможно, тебе стоило бы вызвать к его лучшим чувствам. Ну или... Сам скажи ему. Забери у него. Или типа. Вот беспомощная. А вот как сделать что-нибудь для нас, так? Я тут пока осмотрюсь. Спасибо, пап. Такое ощущение, что мы с Ананом... Биф... Для него не такой уж. Ах, простой. Мы это не возьмём. Нам нужна книжка. Модель... А, это мы смотрели уже. Биф. Нам нужен... Дневник. Музыкальный автомат. Шлем. Давайте ещё разок хорошенько всё везде осмотрим. Я не знаю, что мне делать. Что мне использовать. Есть фотка. Больше ничего. Это всё, что у меня есть. Так, дайте мне подсказку. Где там подсказка? Это, конечно, всё хорошо, но вот как именно? Об этом не рассказывают. Вдохновлённый сном Марте находит спрятанный дневник. Но его тут же отбирает Биф Теннон. Теннон. Марте должен вернуть дневник прежде, чем Теннон и раскроют секреты путешествия во времени. Как бы нам это сделать? Эй, Биф. Так я куплю или не куплю? Я заплачу тебе за неё. Сколько? Недостаточно. Замечательно. Да, не бери в голову. Попроси денег у папаши. Хоть он вряд ли даст. Всё-таки. Смотрели. Смотрели, с ним говорили. Гитару мы тоже смотрели. Усилитель. Может погромче сделать? Или что? Теперь это действительно опасно. Так убить Бифа с помощью этого усилителя. Почему нет-то? Налево он не идёт. Может просто выйдем отсюда? Можно выйти? Так, для кормления собак. Эй, я тоже хочу попробовать. Заколебал уже. Ты псина что ли? Хотя, почему нет? Это устройство для кормления собак. Ему там что, выдали консерву или что? Он съел это? Не знаю, почему он съел. Видимо, ему всё равно. Мне нельзя уходить, пока я не заберу Бифа. Запишу. Так я не знаю как. Вариантов у меня нет. Ну помоги мне хоть чем-нибудь. Эй, пап. Ну. Не вышло так, да. Не вышло. Не опускай руки. Порой он бывает очень упрямым, но на самом деле его не так сложно уговорить. Деньги нужны. Я тут пока осмотрюсь. Спасибо, пап. Вообще-то не за что. Он ничем мне не помог, как обычно. Гитара, Марти. Теперь это действительно опасно. Да, это мы уже слышали. По-прежнему я не знаю, о чем мне использовать. Так, в общем. Кажется, я кое-что понял. Нам нужна гитарка. Ну что, хотите послушать Бифы и Биф-песни? Всегда рад сыграть для своих подлогов. Давай. Сыграй. Во. То, что мы должны были сделать. Взять гитару в руки. Не касаясь усилителя, потому что он постоянно про него говорил. А теперь смотри, как я сейчас зажгу. Как скажешь. Давай, покажи. Че это такое? Зажег. Чего? Ну что ж, Биф, все. С ним мы закончили. А вот наш ценный дневничок. Дог. Так, Дог. Где же ты? Он приехал? Да ну. Серьезно, что это приехала собака? Энштейн? Вряд ли. Найдите что-нибудь, что поможет определить местонахожение Дога. Машина. Серьезно, кто же еще? Нет, скорее всего, только собака. Он отправил собаку в это время. Да, холодное. Я не сомневался. Откуда ты взялся, дружище? А Дога ты случайно не привел? И теперь мы, походу, отправимся как раз-таки в прошлое или в будущее. Даже не знаю. Месяц, день, год, часы. Вообще все перевели. Все же, не только текст, а еще и в самой игре все везде переведено. А карманный диктофон. Это наводит меня на мысли, что Толтейл сами все переводили полностью. Этим не занимались ребята левые какие-то. Как сейчас переводят, допустим, всякие эпизоды, допустим, Игр Престолов и Телис Франкборд Равенси. Все в этом духе. Карманный диктофон. Давайте послушаем. Марти. Ай. Марти, если ты слышишь эту запись, значит функция автоматического возвращения Делориона работает. Автоматического возвращения? Я запрограммировал машину времени на автоматическое возвращение в эту точку координат, в том случае, если я не смогу добраться к Делориону за тверенный временной промежуток. Как ты догадываешься, путешествие во времени довольно опасное занятие. И несмотря на все предосторожности, всегда есть шанс время от времени попадать в переделки. И это время наступает, или наступило. Или еще наступит. Он попал в переделку. Марти, ты уже приходил мне на выручку в прошлом. Или это было в будущем? Неважно, главное, я снова на тебя рассчитываю. Верни Делориона обратно. Я застрял во времени. Не сомневаюсь, что как только ты будешь на месте, то сразу поймешь, что делать. И это все? Ты не собираешься хотя бы сказать куда? Да. Отправляйся в точку, обозначенную на индикаторе, как последняя дата отправления. Удачи. Так, так, последняя дата отправления, проклятие. Так это было-то, когда... Давай, давай. Третья часть это была в вестерне вообще. Ну и как мне теперь его отыскать? Дата не пашет? Так, диктофон, переключатель. Давай выше немножко. Там выше еще дата. А, она не пашет, да? Временная клавиатура не пашет. Здесь можно ввести дату во временные контуры. Но она не пашет. Я тоже не знаю, когда искать Дока. Да, ты мы еще не знаем. Там уже. Туфля. Ладно, Док, может быть мы не виделись уже несколько месяцев, но я абсолютно уверен, что это не твой башмак. Мне интересно, все происходит после событий третьей части? В третьей части, в конце, он там улетел со своей дамой, с детьми. На летающем поезде. С фильмом связано ведь как-никак? Или может быть после фильма там своя история? Ну ясно ядер, что своя история, просто я имею в виду, она не касается некоторых частей фильма. Может не в том времени. Я, честно говоря, не могу понять. Переключатель. Похоже временной контур еще работает. Теперь осталось узнать, когда мне искать Дока. А, это можно же Маля. Временное табло. Подожди, там что-то внизу еще есть, блин. Ну как это переместить-то? Он не хочет перемещаться на эту фигню? Я ничего не понимаю. Вот что, там не мог понять, что здесь не могу понять. Я просто выйду отсюда. Можно было просто выйти, вот и все. Вот и все проблемы. Цель в левом верхнем углу. Ты какую? Идите после Дока, допустим, Эйнштейн. Что интересного скажешь? Что случилось с Доком, Эйни? Да. Много инфы. Много-много интересной инфы. Туфельки, значит, да? Диктофон, дневник Дока. Я-то думаю. После всех неприятностей, которые я пережил, чтобы достать ее, я ни за что с ней не... Войди в машину. Так, прежде всего... Туфля, диктофон, дневник. После всех неприятностей, которые я пережил, чтобы достать ее, я ни за что с ней не... Да, это я уже слышал. Так ты, диктофон. Дневник Дока. Что я должен вести и куда? После всех неприятностей, которые я пережил, чтобы достать ее, я ни за что с ней не... Блин, как все сложно, я ничего не понимаю. Диктофон. Что я использую? Нет? Не думаю. Так, допустим. Возможно и нет. Тогда вот сюда. Почему ты вышел? Я не говорил тебе выходить. Только машина и собака, машина и собака, машина и собака. Все. Больше нечего. Три цели. Все остальные находятся в машине внутри, походу. Как мне с тобой? Может ты покажешь мне? Точно. Неужели? Я понял, что нужно делать. Тут такие, блин, странные загадки. Не понимаешь, чего куда сувать. Чтоб ясно было. Долго разбираться приходится. Так, куда-то мы уже добрались. Как это поможет мне найти док, Энни? Какой там магазин? Ладно, ребята. В этом магазине мы побываем уже в следующей серии. Хотя, по-моему, это не магазин. Магазин справа, а мы пойдем вот сюда. В общем, как бы там ни было, ставьте лайки, комментируйте. А пока что я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok